Это видео записано для библейского портала Экзегет и посвящено размышлениям над словами Спасителя, которые передал нам апостол Матфей. Слова звучат так. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Что же говорит апостолам? А через апостолов и наверняка нам наш Спаситель Господь Иисус Христос этими словами. Итак, идите и научите все народы. Это главная заповедь, которую мы читаем далее и у апостола Павла. «Горе мне, если я не благовествую». Мы обязаны говорить людям о воскресшем Христе, мы обязаны идти и научить все народы. Но возникает вопрос, как это сделать? Как идти ко вчерашним язычникам и говорить им те слова, которые они явно не поймут? Говорить им, что существует один Бог, а не множество? Бог, который стал человеком и, будучи человеком, унизил себя, паче всех людей, был распят и воскрес на третий день. Как об этом учить? Возникает два варианта. Первый вариант – обличительный. И он вполне обоснован, ведь апостол Павел пишет, что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу, пишет он в первом послании к Коринфянам. И, разумеется, первая мысль возникает – такой метод проповеди – идти к язычникам и обличать их. Обличать в том, что они поклоняются не истинному Богу, а приносят жертвы бесам, думая, что они поклоняются Богам. И второй вариант. Второй вариант мы находим в проповеди самого же апостола Павла, который, прибыв в Афины, пришел в Ариапак, в котором собрались философы, как мы знаем, стоики и эпикурейцы. А мы знаем, что эпикурейцы были атеистами. Они не верили не то, что не в Бога, но и в богов не верили, считая, что все состоит из материальных атомов. Стоики же были более религиозны, но их религиозность была пантеистической. Они считали, что миром управляет некая безличная духовная субстанция, а не личный Бог. И вот к таким вот атеистам и пантеистам апостол Павел обращается с удивительными словами. «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведовому Богу», сегота, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Удивительная проповедь была произнесена в афинском Ареопаге, месте почитаемом, месте, можно так сказать, правительства, заседания органа правительства, старейшин афинских. И эта проповедь закончилась тем, что одни, услышав о том, что он говорит о воскресшем Бога-человеке, расходились, посмеиваясь, но некоторые и уверовали. То есть апостол нашел слова, которые философам показались убедительными. А почему? А потому что тоже в первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет, «Для иудеев я был как иудей, а для эллинов я был как эллин». Вот ключ к проповеди, ключ к тому успешному проповедованию Слова Божия, которое может принести успех. С иудеями разговаривать на их языке. И этот язык мы видим в послании апостола Павла к евреям, где он говорит евреям, что они, читая закон, ветхозаветный закон, на самом деле читают пророчества о Христе. И наоборот, послание к римлянам, к тем же самым язычникам. Он им не говорит о ветхозаветном законе. Он говорит о возможности познания Бога через природу, о возможности познания Бога через нравственное чувство, которое есть у каждого человека в виде совести. То есть, по сути, апостол Павел опять же обращается к философии. Вот об этом мне и хочется немножко поразмышлять и сказать, как же последующие христиане, отцы апологеты, отцы церкви, следовали этим словам апостола и совершили то, чему и учил нас Господь – проповедовать христианство. И отцы церкви, отцы апологеты сделали это так успешно, что на протяжении буквально нескольких, даже не столетий, а десятилетий христианство прочно обосновывается в Риме и в Афинах. В Риме не только как в городе, но и в Римской империи. Очень часто у многих христиан, в том числе и современных, возникает мысль о полной противоположности веры и разума, о полной противоположности христианства, опирающегося на веру воскресшего Христа и философии. Однако и апостол Павел, и последующие отцы церкви показывают что-то не так. Наоборот, можно научить, как проповедовал об этом нам Христос, научить народы, которые сами привыкли рассуждать, сами привыкли доверять только разуму, как римляне и греки. Эти народы можно научить тоже только лишь, говоря на их языке, говоря на языке философии. И такой язык находят многие отцы церкви, как, например, святой Иустин Мученик, которого мы называем Иустином-философом. Этот человек изучил различные философские школы, увлекся платоновской философией, но потом, встретив старца-христианина, поверил во Христа и пишет об этом далее удивительные слова. «Вот тогда-то я и сделался философом». То есть Иустин искал философию, искал мудрость и нашел ее философию в христианстве, при этом не отказываясь от своих предыдущих философских знаний. Он приехал в Рим, основал там философскую школу, а проповедовал там христианство. И это не было каким-то двуличием под маской философской школы, он проповедовал христианство. Нет, он сам говорит, так он и сделался философом. Потому что христианство для Иустина и для многих других отцов церкви – это и есть настоящая философия. Ведь что такое философия? Философия по самому значению этого термина, в переводе с греческого, означает «любомудрие», «любовь к мудрости». А Бог – это и есть высшая мудрость. Поэтому, как пишет об этом преподобный Иоанн Дамаскин, философия есть любовь к мудрости. Бог же есть истинная мудрость. Поэтому истинная философия – есть любовь к Богу. Или, можно сказать, наоборот. Любовь к Богу – это и есть истинная философия. И отсюда вытекает еще один удивительный вывод, к которому приходит святой Иустин, философ. Философы, древнегреческие мудрецы, они были тоже, оказывается, почти христианами. Удивительные слова пишет Иустин, что многие из эллинов на самом деле были христианами, хотя многие считают их за безбожников. И первыми из них я называю Гераклита и Сократа. Первыми, то есть не единственными. То есть, наверное, Иустин имеет в виду кого-то и другого, кого бы он назвал христианином до Христа. Возникает такой термин. Можно быть христианином, даже не зная о том, что когда-то через несколько столетий придет на землю Бог в виде человека. Потому что вот эти мыслители, Гераклит и Сократ, не только учили, но и жили как христиане. Особенно как Сократ, которого очень высоко ставил и святитель Василий Великий, говоря о нем, что он до Христа жил как христианин, даже исполняя заповеди блаженства, воспринимая все издевательства и даже избиения, которым часто подвергался Сократ от тех людей, которых Сократ так удивительно опровергал в их споре. И Сократ никогда не пускал в ход кулаки, хотя в молодости он был сильным, крепким, мужественным человеком, участвовавшим во многих сражениях с персами, будучи тяжело вооруженным воином, гаплитом, то есть. Сократ, владея воинским мастерством и, так сказать, крепкими кулаками, смиренно сносил все удары противников. Как Василий Великий объясняет, он воспринимал ту самую заповедь, да не протився злому, не отвечай злом за зло. Вот таково было отношение многих отцов церкви к философии. А святитель Григорий Богослов, произнося знаменитое слово на память своего ближайшего друга, святителя Василия Великого, к сожалению, слишком рано ушедшего от нас, святитель Григорий вспоминает молодые годы, когда они вместе изучали философию и другие науки в одной из греческих школ. И с горечью Григорий Богослов пишет, что многие сейчас, к сожалению, многие из христиан, к сожалению, не хотят изучать философию. Почему? И он говорит, полагаю же, что всякий, имеющий ум, признает первым для нас благом ученость, и не только эту благороднейшую и нашу ученость, которая, презирая все украшения плодовитости речи, емлется за единое спасение и за красоту умосозерцаемого, то есть христианство, но и ученость внешнюю, которую многие из христиан по худому разумению гнушаются, как злохудожную, опасную и удаляющую от Бога. Напротив, надо бы признать глупыми и невеждами тех, которые, держась такого мнения, желали бы всех видеть подобными себе, чтобы в общем недостатке скрыть свой собственный недостаток и избежать обличения в невежестве. Святитель Григорий здесь призывает всех нас изучать философию и упрекает тех, кто считает, что путь к Богу – это только лишь путь веры. Логика этих людей вполне понятна. Бог всемогущ, Бог любит всех нас, Бог даже пришел на землю, пострадал и воскрес ради нас. Зачем нам еще чего-то делать? Всемогущий и любящий нас Бог без нашего какого-то усилия нас спасет. Нет, говорит Григорий Богослов. И вся христианская церковь говорит о том, что, конечно, Господь пришел на землю для нашего спасения, но и наш путь к Богу Он тоже должен включать познание Бога. А как мы уже знаем от многих отцов церкви, познание Бога возможно в какой-то степени и путем познания философского. Ведь философия – это и есть любовь к мудрости, это и есть любовь к Богу. И вот эти мысли святителя Григория Богослова продолжает один из также величайших христианских мыслителей, преподобный Иоанн Дамаскин, который пишет знаменитую работу «Точное изложение православной веры». Эта работа наверняка известна практически каждому христианину, но, может быть, не каждый христианин знает, что в действительности эта работа представляет из себя лишь часть более фундаментального труда под названием «Источник знания». Да, это большая часть, но всего лишь часть. Источник знания состоит из трех глав и небольшого предисловия к этому труду, в котором преподобный Иоанн Дамаскин объясняет структуру этого труда. Структура труда проста. Вначале первая глава называется «О философии», вторая глава «О ересях», и третья, самая большая, самая знаменитая, это «Точное изложение православной веры». Вот как объясняет эту структуру преподобный Иоанн Дамаскин. «И прежде всего я предложу то, что есть самого лучшего у эллинских мудрецов, зная, что если есть что-либо благое у них, то оно даровано людям свыше от Бога». Понимаете? Даровано от Бога. Вот поэтому нужно ищать философию. Философия, по мнению преподобного Иоанна, дана людям Богом. Далее. «Если же что противно истине, то это темное изобретение сатанинского заблуждения и измышления злополучного разума». Вот как толкует ереси и причину их возникновения преподобный Иоанн. Это измышление злополучного разума. То есть, когда человек не умеет рассуждать, не изучил философию, вот тогда он впадает в ересь. И далее. «Поэтому, подражая образу пчелы, я воспользуюсь тем, что близко к истине и от самих врагов, то есть язычников, получу плод спасения». Удивительные слова. Плод – не любопытство, не знание, а спасение. Почему? А потому что невозможно спасение в ереси, невозможно спасение в некотором лжеучении. А как нам прийти к истине? Как нам понять те сложные, часто не очень понятные слова, которые говорил нам Христос? Иоанн Дамаскин объясняет. Понять их мы можем благодаря философии. Благодаря четкому умению мыслить, четко определять, выводить одно понятие из другого, то, чему и были научены античные философы, что восприняли от них христианские богословы, и что блестяще реализовал преподобный Иоанн Дамаскин в своем точном изложении православной веры, в работе, которая до сегодняшнего дня считается эталоном христианского догматического богословия. Поэтому в лице выдающихся отцов церкви я назвал лишь троих – Иустина философа, Григория богослова, преподобного Иоанна Дамаскина. В лице этих выдающихся отцов церкви мы видим, что этот способ изучения христианства, объяснения христианства, способ проповеди, о котором и говорил нам Спаситель в своих последних словах «Итак, идите и научите все народы», этот способ во многом опирается на философию. И это замечательный урок для нас, для наших современников, для того, чтобы мы могли успешно нести Слово Божие людям. Да, люди разные. Да, у кого-то есть высшее образование, кто-то интересуется физикой, филологией, историей, философией, кто-то не образован, кого-то не интересуют эти сложные проблемы. И поэтому и мы с вами должны быть так же, как апостол Павел, который с иудеями был, как иудей, а с эллинами, как эллин. Поэтому с людьми, которые стремятся к познанию, надо смело говорить на языке науки, смело говорить на языке философии, потому что так проповедовали и ранние христиане, так и современные христиане также смогут добиться успеха, донести Слово Божие до пытливого, ищущего ума, ответить на те вопросы, которые этот человек себе задает. В наших беседах мы говорили о многих этих вопросах, о свободе человека и о страданиях, о соединении промысла Божия и свободы человека, и о том, почему Бог не лишает человека этой свободы, почему, наоборот, дает человеку свободу, почему Бог не делает так, чтобы в мире не было зла и страданий, и поэтому Сам даже пострадал, приняв страдания в этом мире и найдя в них путь к избавлению нас от греха, путь к спасению. И многие-многие другие вопросы, вопросы, которые мучают многих людей, находят истинный ответ в христианстве, но каков этот ответ, мы можем понять только благодаря философии. И такой способ, как мы еще раз убедились, и можем убедиться и более, прочитав работы других таких же великих отцов церкви, как Василий Великий, как Блаженный Августин, как преподобный Максим Исповедник, как Григорий Палома и многие-многие другие отцы церкви, которые смогли сделать то, что заповедовал нам Христос. Научить народы, научить через язык философии, через язык науки. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok